Глубоко уважаемые коллеги и глубоко уважаемые президенты, я продолжаю представлять результаты исследования методом регистра, которые я сегодня уже озвучивал с другой стороны, с другом аспекте, мой руководитель Андрей Венч-Дубенко. Мы коснемся аспектов психиатрических, так как я психиатр. Частично, может быть, я повторюсь, самое важное здесь, что выявляемость, зарегистрированность пациентов эпилепсии по официальной статистике где-то в 7 раз меньше на Украине, чем в других странах мира, и это не может быть правдой. Вот в самой нижней строчке Харьковская область, Закарпатская область, в которых удалось реализовать, начать реализацию регистра, относятся по уровню регистрации, скажем так, средневысоким. И в целом размеры, величины, распространенности тоже внутри Украины сильно варьируют, и это, видимо, связано с организационными причинами. Эпилепсия, психопатологические расстройства. Конечно же, очень тесные связи, они нам известны, и здесь представлены данные о том, что психопатология значительно влияет и взаимно отягощает течение эпилепсии, способствует ее резистентности различными механизмами. Один из них – это комплайнс. Конечно же, чем более поражен психопатологический пациент, тем меньше он соблюдает режим и, главное, прием препаратов – это проблема. Распространенность психических нарушений при эпилепсии, по данным научных исследований, да, мы видим, очень важно депрессия, широкий разброс, но значительная часть, почти половина, тревога – 15-25%, и затем мы сопоставим со статистическими данными, полученными на уже ощутимом по размерам контингенте, и они будут несколько другими. Когнитивное нарушение 20%, психозы 2,8% здесь практически совпадает, мы увидим, не эпилептические психогенные припадки и проблема вследствие лечения, которая еще тоже недостаточно изучена. Метод регистра, Андрей Евгеньевич, на нем останавливался. Из проблематики я бы указал, что регистры бывают, как здесь написано, и проспективными, и ретроспективными. Наш регистр пока что, к сожалению, одномоментный, то есть мы динамику пока не обслеживаем, но мы надеемся, так сказать, улучшаться. Регистры эпилепсии, которые существуют в мире, на первой строчке очень такой авторитетный регистр Саудовской Аравии, и мы можем видеть, бегло если посмотреть, что регистры бывают как с общей целью зафиксировать пациентов, зарегистрировать их пациентов и зафиксировать наиболее важные клинические и социальные аспекты каждого случая и обобщить, но также и конкретно отражающие, касающиеся различных аспектов этого контингента. Сложности при создании регистра тоже, наверное, вы это видели, здесь красным я подчеркнул противодействие созданию регистра больных с психическими расстройствами. Замыкается порочный круг, когда нам нужно видеть эпилепсию, нам нужно зарегистрировать пациентов с эпилепсией и изучить основные аспекты их расстройства, заболевания, и, собственно, их психопатология нам это и мешает делать, потому что они недоверчивы, они подозрительны, они не верят в анонимность в значительной мере. Но я тут пошучу, не только больных, но также и их докторов, если есть психопатология докторов, то это тоже будет противодействовать нашей работе. Эти цифры вы тоже видели, мы особо гордимся детьми, 998 детей, потому что детская анкета гораздо более объемна, чем взрослая. И Харьковская область, Закарпатская область, они различаются по количеству населения. Вот мы, конечно же, это не значительная доля пациентов в Харьковской области, сообразно населению. Если бы мы ожидали 1-2% распространенности, то, конечно, это примерно десятая часть. И также в Закарпатской области, но надеемся, что это уже даст возможность делать определенные достоверные выводы. Профиль информации. Это мы сравнили со статистикой МОЗ, которую мы все знаем, официальные отчеты, ежегодные Министерства охраны здоровья. По рубрикам мы имеем, то есть в зависимости от возраста, источник информации, неврологическая служба или психиатрическая служба, амбулаторный прием, стационарный, разбивка по возрасту, такая категориальная, трудоспособность, пенсионный возраст и так далее. У нас в регистре гораздо больше, более объемная эта информация. То есть социодемографические данные основные учтены. И мы на некоторых из них важных для психопатологии, психиатрии и социальной реабилитации пациента восстановимся. Мы знаем точно, да, точно сюда года фиксируем время начала болезни, параклинические данные и так далее. Особенности лечения. Я подчеркнул конкретно психиатрический диагноз согласно классификации. Фиксируется как минимум. И мы можем его статистически достаточно легко считать. Также фиксируется словами наши лаборанты, врачи, я конкретно. Мы фиксируем также клинический диагноз полностью, который мы получаем из меддокументации. И это содержит, конечно, гораздо более точную информацию, чем статистика Минздрава. Хотя она, конечно, более объемлющая и более учитывающая. Единственное, что мы не учитываем, и я этому очень не рад, это смертность. Так как у нас наш регистр еще одномоментный. Но я надеюсь, что мы станем, так сказать, проспективными и сможем отслеживать также динамику. Важные данные, которые Андрей Венчу уже озвучивал наверняка. Спектр приступов. Ничто не удивляет. Примерно соответствующий в Ужародской области, в Харьковской области. Единственное количество абсансов. Мы уже четвертый год дискутируем на эту тему, что очень большое количество абсансов для взрослого населения. Но пришли к поводу, что это не может быть артефактом или ошибкой. Скорее всего, в какой-то мере отражает реальность. Причины, которые надо еще исследовать. Интересные данные. Это распространенность по частоте. Разбивка в долях по частоте приступов. Мы видим в Харьковской области градиентное нарастание. А в Закарпатской, ну, примерно соответствие гауссовскому распределению. Я думаю, что речь идет о том, что в Харьковской области стратегия регистрации пациентов такова. Так почему-то выходит и не только из этих данных. Что на Харьковщине регистрируется тем больше пациента, чем тяжелее их состояние. То есть более тяжелый пациент более вероятно попадет в сферу, в поле нашего зрения. И поэтому с высокой частотой их много в Закарпатье. По-видимому, наши коллеги и спасибо им подошли к регистрации не только самых тяжелых случаев, но, видимо, большей части на самом деле представленных, имеющихся в популяции пациентов. Доля пациентов с психиатрическим диагнозом и без него. Вот здесь начинаются различия. Синий – это Харьков, значительная часть пациентов имеет психиатрический диагноз. В Закарпатье обратная ситуация. Но в Харьковской области, если пациент имеет психиатрический диагноз, то это чаще всего один диагноз. В Закарпатье где-то каждый третий-четвертый пациент имеет дополнительно еще один диагноз. То есть уж коли попал, то тогда им занимаются. Спектр психических расстройств. Будем еще эти данные сопоставлять. Мы видим, и это может удивить. Я расшифрую шифры, которые вам могут быть действительно сложны по МКБ-10. Ф-028, понятно, это деменция вследствие эпилепсии. Огромный кусок. 0,78 – другое органическое расстройство личности. 0,66 – астеническое эмоциональное лобильное расстройство. И дальше, вот где-то примерно пятая часть, остальные диагнозы, которые встречаются реже. Легкое когнитивное расстройство. 0,68 – извиняюсь за мелкий шрифт. И 0,68 – с звездочкой. Обратите внимание, это очень важно, потому что в классификации МКБ-10, это может быть ее слабым местом. В 0,68 – это другие психические расстройства вследствие других заболеваний, например, вследствие эпилепсии. Туда же включается эпилептический психоз. То есть, например, пациент с навязчивостями, да, или пациент с конверсионным компонентом, или пациент с деперсонализацией, дереализацией, как в структуре приступов, так и, как мы можем это доказать, да, не эпилептического генеза, он попадет в эту рубрику 0,68. А классификация нам нужна для того, чтобы планировать помощь и ее организацию, да. Для психотика, вследствие эпилептика-психотика, нужна другая немножко помощь, чем для пациентов с другой психопатологией. Это чаще стационарная помощь, чаще реанимационная помощь, другой охват электроциферографии, как вы понимаете. Поэтому в своем регистре мы различаем, да, 0,68 – это эпипсихозы в чистом виде, и 0,68 со звездочкой – это другие, собственно, другие, обязательно не психотические, а психопатологические расстройства вследствие эпилепсии. Ну, что это уже, вот, F070, здесь составляет вот такой маленький процент. Это органическое расстройство личности 0,78. F0,78 – это другое органическое расстройство личности для сравнения с Закарпатьем. Это основной диагноз на Закарпатье – органическое расстройство личности. Различия здесь в диагностических критериях по МКБ-10 носят достаточно такой умозрительный и не очень отработанный характер. Вот здесь отражаются организационные аспекты и особенности школы, как мы полагаем. Тоже представлено 0,66 – это астенический синдром, легкое когнитивное расстройство и меньше четверти случаев 0,28 – деменция вследствие эпилепсии. И органическое, другое органическое расстройство личности. F1 – это, вы понимаете, не граната, а все вместе, совокупность всех синдромов расстройства зависимости у этих пациентов. Конечно же, в отношении зависимости эти данные занижены. Все мы, кто работает с эпилептическим контингентом, знаем, что гораздо больше они употребляют психоактивных веществ, чем мы можем зарегистрировать. Сравнение. Данное сравнение, вот здесь вы можете просто сопоставить, да, на первом месте в Харькове, как ни странно, и это необычно, деменция, как деменция может быть самым распространенным диагнозом, тоже должно соблюдаться гауссовское распределение, то есть самые тяжелые случаи должны быть, не могут быть самыми распространенными. Но в Харькове так. В Закарпатье 0,7 – органическое расстройство личности, которое по критериям достаточно трудно различается от 0,7 – 8. Это особенности школы. Астения примерно в равном количестве. И в целом мы можем видеть несколько больше разнообразия диагностических шифров в Харьковской области и в Закарпатье, несколько менее спектр. Это по частотности. По убыванию взята Харьковская область, и мы сравнили с Закарпатской, то есть значительно повышено огромное количество деменции, органического расстройства личности другого и так далее. Пик есть 0,7 – основное органическое расстройство личности в Закарпатье и астенический синдром. То есть эти спектры различаются. Это интересно. Когда мы уже установили деменцию вследствие эпилепсии, в рубрике F у психиатров у нас есть после точки 1, одна цифра, там 0,2, точка 8 – это другая, в том числе вследствие эпилепсии. И после этой цифры может быть еще одна цифра, обозначающая дополнительные симптомы. И здесь, ну, пожалуй, сначала, к сожалению, только здесь пока что нашло место отражение аффективной патологии, аффективной симптоматики у этих пациентов. Вот 9%, я думаю, что их больше, деменция с дополнительными депрессивными синдромами вследствие эпилепсии. Уровень образования. Мы не можем не касаться социализации и адаптации. Тут мы ввели этот показатель, и мы собираем это из первичной документации. Вот самые первые два столбика – неполное среднее образование. То есть это означает, что пациент не закончил среднюю школу. И дальше мы будем говорить, что это уже наверняка бремя для общества. То есть этот человек не освоил никакую профессию, и дальше будет получать только группу, будет только потреблять, к сожалению. Среднее образование и высшее образование. Видите различия? В Закарпатье другая немножечко образовательная традиция или стратегия. Там возникает ощущение, что стремятся всех пациентов, всех больных эпилепсий научить до уровня получения ими рабочей какой-то специальности. В городе Харькове все-таки, если учат, то стремятся также попробовать, попытаться получить пациенту с эпилепсией и высшее образование. Ну и мы должны учитывать, что, конечно же, уровень мобильности различный, занижен ниже, чем в популяции у наших пациентов эпилепсии. Они чаще и дольше остаются дома, потому что нужно наблюдение, посторонняя помощь и так далее. И поэтому они могут поехать учиться. В Харькове вузов все-таки больше, они могут реализовать эту свою потребность, интерес на месте. Доля инвалидности. Достаточно полные данные. В Харькове гораздо больше пациентов из контингента больных эпилепсия, которых мы зарегистрировали, имеют группу инвалидности. Я не привожу здесь, потому что задача другая. Распределение по группам инвалидности, оно сопоставимо. Профиль инвалидности. Вот это спрятавшийся маленький столбик, это количество пациентов с инвалидностью по психиатрии в Закарпатье. То есть значительная часть пациентов с эпилепсией инвалидов в Закарпатье, это инвалиды у невропатолога по неврологии. В Харькове количество пациентов с инвалидностью и Харьковской области по психиатрии приближается к количеству пациентов с инвалидностью вследствие эпилепсии по неврологии. Я стыжусь этого слайда и спрячусь за то, что он недостоверен, это всего примерно три десятка пациентов, но в три раза чаще невропатолог, наблюдая инвалида с эпилепсией, направляет его к психиатру, чем наоборот. Мне очень стыдно. А если пациент попал к психиатру, то он выходит реже, направляется к невропатологу за консультацией. Итак, то, что я говорил. Также есть сложность в классификации Минздрава отделить вообще деменции и психозы вследствие эпилепсии. Вы знаете, что это единая рубрика, единое число, единый показатель для Минздрава. Хотелось бы, чтобы это когда-то изменилось, потому что, конечно же, виды помощи, профиль специалистов, стационарная мощность, амбулаторная, должны быть разные для этих контингентов. Невозможно отделить непсихотические и психические расстройства, другие вследствие эпилепсии и психоз. Мы это сделали и получили различные. Общие данные, вот они, 4% эпилептические психозы, другие расстройства – это 2%. В Харьковском регионе больше процентов с эпилепсией, как я сказал, имеет психиатрический диагноз, чем в Закарпатье. Основным психопатологическим проявлением эпилепсии, по данным нашего регистра, интеллектуально-амнистическое снижение с акцентом в Харьковском регионе. Личностная патология, расстройство личностей, которые нам известны по клинике, больше в Закарпатье делаются акценты. И астеническая симптоматика. И мы видим, что это сильно отличается от данных научных исследований, где акцент делается на депрессивной симптоматике, на тревожной симптоматике, то есть аффективной симптоматике. Здесь мы видим, что акцент делается на когнитивные, на интеллектуально-амнистические показатели и личность. Почему так? Я думаю, что речь идет об большом влиянии организационных аспектов, потому что нужно оформить пациента, нужно, чтобы, если он, так сказать, имеет дезадаптацию и так далее, не может работать, чтобы он получил инвалидность, группу, прямо говоря. И поэтому я думаю, что показатели сдвигаются под влиянием вот этого фактора. И нам надо это изучать дальше. Пациенты с остальной превалирующей патологией всего пятая часть. Вот деменция при эпилепсии, ну я думаю, что значительному числу или, может быть, даже всем психопатологическим проявлениям при эпилепсии сопутствует аффективная патология в той или иной мере выраженности. Мы говорили о стратегиях обучения, это мы коснулись. Да, и опять же, вот акцент я бы сделал, что если пациент не получает среднее образование, то все общество дальше его только кормит, к сожалению, и это было бы нужно менять. Инвалидность. Больше охвачены пациенты в Харьковском регионе и профиль инвалидности по психиатрии гораздо больше, чем в Закарпатье. И два последних вывода. В значительной мере все различия, которые мы нашли, можно объяснить фактором организационным или фактором образования, обучения, взглядов, концепции и взгляд на применение классификации. Но такие факты, как превалирование интеллектуально-амнистического снижения у Харьковского контингента, преобладание психопатологией вообще, мы считаем, что не могут быть объяснены только конъюнктурными, только организационными факторами. И это требует дальнейшего изучения, это интересный феномен. От своего имени, от имени своего коллектива благодарю за внимание и приглашаю к сотрудничеству. Пока что в регистре задействованы только Харьковская области Закарпатья. Мы приглашаем всех, я резкну это сказать, от имени руководства, потому что это перспективно. В дальнейшем мы действительно выйдем на фармакоэкономические расчеты, регистры, данные показатели регистра позволяют это сделать. И сможем более тщательно, более доказательно на научном уровне обоснованно планировать организацию медицинской помощи, количество специалистов, количество аппаратов, количество кабинетов и так далее. И будем надеяться, что наши пациенты будут получать более адекватную помощь. Спасибо.